Всем привет, на связи МК, рубрика «Что там в IT?», коротко докладываем обстановку. Зеленые не позволят видеокартам дешеветь, неуловимые читеры используют нейросеть, Intel выбрала хорошее время, чтобы показать, насколько плотной ее 10 нанометров, а вот Microsoft, напротив, придумала неудачные системные требования для Windows 10. И про майнеров поговорим и про космос, все как обычно. Поехали! После того, как в начале лета Китай закрутил майнером гайки, те резко вкинули на рынок over 100-500 различных версий видеокарт по ценам ниже рекомендованных. Естественно, это вызвало понижение цен на видеокарты не только в Поднебесной, где базировалось больше 80% криптокопателей. Буквально за пару недель цены на RTX 3080 упали с 250 до 150 тысяч, а некоторые RTX 3060 можно найти дешевле 60-ти, и цены продолжают падать по сей день, пускай и медленней. То один, то другой магазин скидывает ценник по несколько тысяч, дабы успеть продать залежавшийся товар. По традиции рекомендую мониторить цены на e-каталог. Актуально для России, Украины и теперь Казахстана. Судя по динамике, пик цен пришелся на май 2021 года, когда 3060 продавали за 130 тысяч рублей в среднем. Сейчас 3070 Ti можно купить дешевле 90 тысяч, и это все еще дорого. Напоминаю, рекомендованная цена 3060 Ti 40 тысяч рублей. Текущий ценник выше на 60-80%. Ссылку на e-каталог с ценами на видеокарты я оставлю в описании. И вроде бы, такой расклад должен быть на руку Nvidia, которая официально борется с майнерами во имя геймеров, выпуская видеокарты с пониженным хешрейтом LHR серии. Но не тут-то было. Китайский проверенный источник заявляет, что Nvidia такой расклад не устраивает, и они хотят не допустить дальнейшего понижения цен на видеокарты. Каким образом? А самым простым. Поднять цены на чипы компания не может, это вызовет волну негатива. Но вот не отгружать чипы производителям видеокарт, например, до августа, вот это идея. Как итог, и без того не самые большие заводские запасы будут быстро истощены, и цены на видеокарты снова пойдут вверх, так и не дойдя до рекомендованных. Конечно, все это идет вразрез с показным желанием Nvidia бороться с дефицитом, но мы все прекрасно знаем, что такие крупные компании в первую очередь волнуют прибыль. И как говорил Карл Маркс, нет такого преступления, на которое не пойдет бизнес при 300% прибыли. Высокие цены на видеокарты, по сути, убивают рынок игровых ПК и в целом игровую ПК индустрию. Когда за цену одной карточки можно купить игровую консоль, если, конечно, успеете, еще и телек в придачу, конечно, многие геймеры плюнули на ожидание снижения цен на карты и купили себе консоль. И знаете, даже если карточки подешевеют, а не подешевеют, рынок ПК могут добить читеры. Как вы к ним относитесь? В некоторых странах их находят и наказывают, или даже сажают в тюрьму. Но вот таких читеров, как эти, очень сложно поймать. Как бороться с программными читами и так понятно. Это всегда какое-то приложение, которое лезет в игру, и поэтому его можно отследить. Но теперь читеры вышли на новый уровень и показали аппаратный АИМ-бот. Называется он CV-чит. И, по сути, это карта захвата, которая перехватывает картинку с видеокарты по пути на монитор и с помощью нейросети находит на ней врага. А дальше, с помощью обычного драйвера мыши, прицел перемещается на голову незадачливого геймера и происходит выстрел. На все про все у них уходит около 10 миллисекунд. Это на порядок меньше, чем лучшая реакция человека. К примеру, известный кейсер Симпл в своей карьере смог сделать выстрел из АВП в CSGO за 200 миллисекунд. А стартовая реакция Усейна Болта в его рекордном забеге на 100 метров составляла 146 миллисекунд. Так что против 10-миллисекундного бота у человека просто нет шансов. И бороться с таким аппаратным читом никак. Карты захвата используют многие стримеры, чтобы снимать экран без потери FPS. Макросы используют захват мышки, они тоже вполне легальные. А вместе это АИМ-бот, который невозможно отследить. И стоит он примерно 50 баксов. Поэтому если такое читерство станет массовым, игроки также массово хлынут на консоли. Даже если цены на видеокарты станут ниже рекомендованных. При этом при всем смерть ПК отсрочили. Потому что не все покупают компьютеры только для игр. Некоторые используют еще и для работы. Неожиданно, правда? В Вики-Чип посчитали, что в 2021 году будет продано 357 миллионов ПК. Это по миллиону компьютеров практически каждый день. Это уровень 2011 года, после которого продажи ПК пошли вниз. Все дело тут, разумеется, в пандемии. Очередные волны коронавирусов заставляют людей работать из дома. А так как ПК традиционно стоит дешевле ноутбука, то и неудивительно, что их продажи бьют рекорды. Хотя, возможно, не все так просто. Взлет ПК в 2011 году совпал с стартом продаж легендарных процессоров Intel второго поколения, а не же Sandy Bridge. Они тащат игрушки до сих пор. 10 лет прошло. Может быть, Intel и в этом году нас чем-нибудь удивит? В последние годы только ленивый не ругал Intel за стагнацию в процессоростроении, когда компания застряла на 14 нанометрах и 5 лет не меняла архитектуру. В этом году начались первые подвижки. Так, процессоры 11-го поколения хоть и остались на 14 нанометрах, но зато новая архитектура дала 15-20% роста производительности. Уже этой осенью нас ждут совершенно новые процессоры Intel 12-го поколения. Они же Elder Lake. Загибаем пальцы. Новая 10-нанометровая архитектура, которая по плотности транзисторов лучше 7-нанометровый Ryzen. Кстати, мифы о техпроцессах будут в описании. Дальше. Поддержка DDR5. PCI-Express 5.0. Новая интегрированная графика. И это еще не все. Самое главное – это переход на разнородные ядра, которые называются P-Core и E-Core. Первые будут высокопроизводительные, работать на частотах выше 5 ГГц и поддерживать всевозможные инструкции и киберпоточность. Вторые будут медленнее и проще, ну а зато куда энергоэффективнее. Флагманом нового поколения Intel будет Core i9-12900K. 8 быстрых ядер с частотой до 5,3 ГГц и 8 медленных с частотой до 3,9 ГГц. 30 МБ кэша L3 и теплопакет от 125 до 228 Вт. Выглядит монструозно, но сможет ли такой разнородный процессор 12900K обогнать топовый 16-ядерный Ryzen 9 5950X? Сможет. По слухам, результат такого CPU в популярном тесте Cinebench R20 составляет более 11 тысяч баллов, что на 10% быстрее топа от AMD. И это можно назвать победой Intel, которая последние пару лет плелась в отстающих. А что там AMD? Неужели она ничем не будет отвечать? Будет, но позже. К середине 2022 года выйдут Ryzen 6000. Новый сокет AM5, тоже поддержка DDR5, PCI-Express, уже 5 нанометров, но, к сожалению, количество ядер останется прежним. Два чиплета по 8 того 16. Информация про 3 чиплета по 8, то есть 24 ядра, не подтвердилась. Кто будет быстрее, i9-12900K или 6950X от Ryzen, вопрос остается открытым. Но можно точно сказать, что битва новых технологий будет жаркой. Ведь недаром ходят слухи о том, что в ядре Windows 11 сделали много изменений именно для того, чтобы разнородные x86 процессоры работали без проблем. Раз уж речь пошла про Windows 11, давайте вспомним, как мелкомягкие буквально нарисовали системные требования, выкинув свежие достаточно процессоры из поддержки, включив эту поддержку TPM защиты и буквально выкинув большинство материнских плат. И самое главное, на своем сайте компания призналась, что в корпоративных версиях этих проблем не будет, все будет работать нормально. В итоге оказалось, что абсолютно все серьезные системные требования Windows 11 к ПК можно обойти. Для этого на этапе установки системы, когда она ругается на якобы несовместимость, нужно открыть редактор реестра и добавить в него записи с громкоговорящими названиями. После этого Windows 11 без всяких проблем поставится и будет работать. Полеты в космос скоро превратятся в аттракцион. Если до 11 июля это стоило несколько десятков миллионов долларов, то теперь каких-то 250 тысяч баксов. 18 миллионов рублей. Вы уже наверняка слышали про полет Virgin Galactic. Идейный вдохновитель этого аттракциона 70-летний Ричард Брэнсон поднялся на высоту чуть более 80 километров, где вместе с командой несколько минут смотрел в черное небо и кувыркался в невесомости, улыбаясь в 33 белых зуба. К сожалению, космонавтом дедушка не стал. Что в России, что в Европе границей космоса считается 100 километров, а Брэнсон поднялся лишь на 80. Но вот астронавтом стал точно. Дело в том, что в США граница космоса это 50 миль или те самые 80 километров. По прилету дедушку ждали бешеные лемминги-инвесторы, готовые брать акции по 60. В результате они провалились на 40% за несколько дней. И твит Дмитрия Рогозина. Он наехал на наших олигархов, дескать, почему у нас не так, и отметил, что этот полет знаковый, но все же он далек от профессиональной космонавтики. И с ним тут сложно не согласиться. Никаких научных задач самолет Юнити выполнять не может. Так что весь полет не более чем аттракцион за четверть миллионов долларов. Куда интереснее, как состоится полет Джеффа Безоса. 20 июля самый богатый человек на планете и бывший глава Амазон вместе с братом и инвестором с 28 миллионами в кармане и, кстати, с летчицей 82 лет поднимется на высоту 100 километров. Это будет первый полностью беспилотный туристический полет в космос. На борту не будет экипажа. Правда, займет он всего 10 минут. А вот SpaceX отправит туристов в настоящий космос на несколько дней уже в сентябре. Но давайте вернемся на Землю. Здесь нас ждет еще одна интересная новость. Я вот люблю майнеров, многие заметили. Так вот, майнинг Чия, майнинг на накопителе, и он полностью умер. И недавно, совершенно недавно, ему предсказывали, что он будет окупаться за месяц, из-за чего они все побежали скупать жесткие диски, как будто у всех дома стоит сервер, больших объемов все скупили, включая быстрые SSD. Но не взлетело. Цена Чия на биржах постоянно падает, сложность растет, да и, как оказалось, всего за месяц с другой плоттинга, 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 изучено новое слово силы. Из строя выходят даже качественные SSD, при этом не окупившись даже наполовину. Компания Backblaze, специализирующаяся на услугах резервного хранилища, и поэтому имеющая в своем распоряжении аж 150 петабайт места на жестких дисках, решила посчитать, выгодно ли им заниматься майнингом. По расчетам, майнинг Чия уходил в минус уже на седьмой неделе. С учетом того, что реальный курс монетки вдвое ниже, даже такой крупной компании, имеющей готовое оборудование для плоттинга, уже не выгодно. Что уж говорить про майнеров, которые побежали в магазин, чтобы купить парочку жестких дисков и поставить к себе на балкон. Это тоже рассказал. Все. Что еще? Еще одна хорошая новость. Телескоп Хаббл наконец-таки починили. Проблема была с блоком управления мощностью. Сейчас инженеры все настраивают, калибруют и, по их словам, через буквально два дня телескоп приступит к изучению вселенной. Неожиданно для всех компания Valve анонсировала собственную консоль. Это портативная консоль, аналог Nintendo Switch. Работать она будет на Steam AS, дистрибьютив Linux с возможностью запускать игры для Windows. С учетом того, что используется неназванный процессор AMD на архитектуре Zen 2 и с интегрированной графикой RDNA 2, нет проблемы с установкой Windows 10. При этом объем ОЗУ внушает доверие. 16 гигов. Это в 4 раза больше, чем у Switch. Так что консоль способна тянуть и такие хиты, как последний Doom, разумеется, в HD. Как раз экран консоли имеет такое разрешение и диагональ 7 дюймов. Цены на новую портативную приставку стартуют с 400 долларов. Надеюсь, выпуск вам зашел. Если вы еще не с нами подписываетесь, если с нами, жду вас в комментах. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин, у нас свой паблик, там читайте самые интересные и свежие новости. Вот там вот ссылочка будет. Всем пока! 3080Ti дешевле 90 тысяч. Че за хуйня? Intel порт... Ты чем занимался? Плоттингом.